Здравствуйте, Сергей Ирландович. Спасибо, что нашли время, чтобы обсудить некоторые важные и актуальные темы. И начнем, наверное, все-таки для начала с актуальных, с празднования Дня Победы. Этот праздник традиционно в Беларуси и в России имеет повышенную важность. То есть мы чествуем ветеранов, вспоминаем устников концлагерей, трушенников тыла, жертв, нацизма. Но мы видим, что в других странах и, к сожалению, у наших соседей на постсоветском пространстве этот праздник, он не то что утратил свое значение, а можно сказать, что память о Победе ее пытаются стереть на территории этих государств. Как вы считаете, какую цель ставят политики, которые пытаются стереть историческую память о Победе в Великой Отечественной войне? Ну а кто победил-то? Победил Советский Союз. Они это знают. У меня где-нибудь там на столике перед кроватью все время лежат какие-нибудь письма Черчилля Сталину. Ну он там просто пластается, ну, с неприличным подобострастием по отношению к Сталину. Вы, вы во всем мир спасли и так далее. Это было известно. Значит, теперь что получается? Значит, во-первых, американцы, там, англичане, там, вся остальная такая вот коалиция западная, говорят, это мы победили Гитлера. И они внушают это. Но как только обращаешься к историческим источникам, становится ясно, что все победы, это там, не важно, под Москвой, Сталинград, Курская дуга, их вообще близко не было. Там, где-нибудь они копались в Африке, неизвестно что делали, да? И так далее. Значит, ясно совершенно, что как только, ну, как маломальские честные отношения, значит, ясно, что не ты победил, да? Тогда надо сказать, вот, уважуха, там, респект тому, кто победил. А если нужно с этим началом, которое победило, воевать, да? Или его добивать, то как ты это будешь делать? Это первая сторона. Вторая сторона. А у Гитлера были союзники. И эти союзники совершенно не хотят восхлавлять великую победу, потому что они, как бы, тем самым теряют, чем выше победа, тем они ниже. Но они, естественно, все это хотят преуменьшать, сказать, что фюрер, как говорил один подонок, да, там, воевал вместе с Объединенной Европой против России. Ну, конечно, это такой украинский блеф, но отдельного человека. Ну, а, конечно, это все нужно зачем-то, нужно для того, чтобы построить другую картину мира, да? Ну, и третье, ну, даже те, кто до конца не легли, ну, они были раздавлены. Ну, что, Франция? Там был позор, да, его надо что, помнить все время? Мгновенная капитуляция практически. Да, позор, война эта, так называемая, странная, и все прочее. Говорят, русские плохо воевали, зато офигенно хорошо воевали французы, да? Они ни разу в контратаку не перешли, огромную свою армию и все прочее. Черчилль не удоумевал, как это можно. Они просто пустили это, так сказать, в распылу, все. И нужно думать, и никто до конца сейчас не может ответить на вопросы. Этого хотела элита, она уже хотела этого фашизма. Или это была такая растерянность, или после Первой мировой войны уже надрыв был такой. Да черт его знает. В любом случае, да. Ну, и, наконец, последнее. А кто воевали-то по-настоящему в подпоре и так далее? Ну, на 95% коммунисты. Партия расстрелянных ее называли. То есть все эти параметры крайне неудобны. Теперь наступает новая эпоха. Они объявили там Россию врагом, там коммунистический Китай. Им зачем это победа? Победа над кем? Китай над Японией? СССР над всеми, да? Они в это встроиться не могут. Они начинают это все обнулять. Особенно теперь, когда они находятся в активной фазе противодействия России. И, наконец, пока у России есть память и у Белоруссии, и у всех советских республик бывших, есть память о победе, у нее есть некая опора на величие общее, да, и приподнимающее, и все прочее. А как только этот камень не выбьет, что там останется? Ну, что это останется? Россия будет вспоминать своих императоров, там, первую эту войну с Наполеоном, Отечеством, и так далее, и тому подобное. Когда гроза 12-го года еще спала, еще и Наполеон не разбудил великого народа. Ну, вот это все. Ну, а дальше там начнутся все, как бы, хитросплетения, да, адресация к литовской истории. Ну, мало ли к чему, все же понимают, Чингисхану хотя бы, да, к чему угодно, как только этого бывает. Поэтому это очень большая спецоперация, большая игра, как говорится, великая игра, как он говорил, great game, да, great скорее великая, чем большая. Ну, и вот это все разворачивается с поразительной наглостью, с поразительным пренебрежением к любой исторической правде, и с поразительным внутренним хамством по отношению к мертвым, к спасителям. Это омерзительно. Ну, такова сейчас глобальная жизнь. Когда именно начался этот процесс, как вы считаете? Ну, то есть, не год, не два, даже не 10 лет назад. Я считаю, что это forever, навсегда. Это не, ну, там, не важно. Я не знаю, что будет через 50-60 лет. Кстати, об этом что будет? Прогнозы, да? Некоторые говорят, да, а зачем прогнозы, как их можно делать, да все же это нельзя. Ну, простите, почти каждый гражданин России, Белоруссии, да и мира, пользуется навигаторами, когда едет. Существует три-четыре важных для него прогнозов, да? Ну, или получать. И при этом говорить, что это, ну, все, надо прогнозировать пробки, там, не знаю, движения, скорости, а там ход военной операции, там, спецоперации, там, на Украине, или ход глобальной истории прогнозировать нельзя. Ну, что за какая-то странная наивность, да? Я не хочу проводить прямого сравнения, но ведь очевидно, приводимая мною метафора, все-все время прогнозируют и говорят, что не надо. Утром встают прогнозируют, вечером тоже прогнозируют, и ничего. Если речь заходит о переписывании истории, то у тех, кто занимается так называемым историческим ревизионизмом, почему-то в первую очередь неприязнь и даже, можно сказать, открытую ненависть вызывает именно советский период российской истории. Почему именно этот период? Ну, потому что он объединяет, он велик для всех. Союз Невершимый Республик Свободных сплотил на веки Великую Русь. Никогда сверхдержавой Россия в полном смысле слова не была. Ну, были там и Польша, и Финляндия, неважно. Но она не стояла в Берлине. Она встала в Берлине и совершила некоторый мировой рывок только в советской постасе, что вовсе не умаляет предыдущие. Они все были великие. Но в советской постасе, она существовала особый рывок. Впервые она превратилась из догоняющей державы в державу, которая шла впереди в техническом прогрессе. Спутник, Гагарин и все остальное. Там есть свое величие и есть страх, что его помнят. Что вот оно запомнилось. А значит, возможен какой-нибудь восстановительный процесс. Ничего нет для совокупного Запада, для наших врагов страшнее этого процесса. Если Китай удвоит ВВП, это не так страшно, как если начнется восстановительный процесс на данном пространстве. Поэтому по нему особо бьют, чтобы он не возникал. Если для них это заболевание, то они его лечат. Если для нас это восстановление, а им нужно усиление заболевания, то мы боремся за одно, а они за противоположное. И все вокруг этого. Но если проводить какие-то параллели со всем недавним прошлым, то все-таки сейчас, на мой взгляд, прослеживается некое сходство между эпохой так называемой холодной войны. Когда две большие сверхдержавы противостояли друг другу. Пусть и не открыто, но тем не менее противостояние было. И сейчас мы можем наблюдать что-то подобное. То есть противостояние США и их союзников в Европе, и России. До горячих столкновений, к счастью, дело пока не доходит. Понятно, что она ведется на многих фронтах политическом, экономическом, информационном. Так мы же о холодной войне говорим. Простите, что перебивает. Да. Холодная война – это уже давно. Горячей нет, вы говорите. Да, к счастью, это так. И эта холодная война, она велась почему? Потому что было две сферы державы, и справедливо было говорить о том, что мир, он был не монополярным, а все-таки многополярным. Как вы считаете, справедлива ли такая характеристика для современного мира, и вообще к какому мироустройству он движется? Я хочу сказать, что холодная война, если бы она состоялась и повторила полностью контуру войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами, которые называются классической холодной войной, то я был бы счастлив. Потому что где есть холодная война, там нет горячей. И второе – это некий баланс сил. Советский Союз имел там соцстраны в виде своей дальней периферии, вплоть до Кубы, Вьетнама, и в каком-то смысле, на каких-то периодах Китая. Это была такая мировая гигантская сила. Она была четко идеологическая, поэтому холодную войну можно было оформить идеологически два мира, две системы, там неважно. Конфронтация, конвенгенция, мощь была сопоставима. И все это вызывало такую очень, я бы сказал, деликатную позицию нашего противника. Он уважал, так сказать, это вот второе суперобразование. Он там пелось, там или там шепталось, килькоми фобоми, то на это убей коммуниста за маму, ну а империя зла и все прочее. Но внутри всего этого была такая какая-то большая уважуха. Он ее потерял полностью при распаде. Он решил, что он победил, а когда Запад побеждает, в нем такое возникает безумие господства. Он еще должен там вытереть ноги от побежденного, там наступить ему на голову, там добить, там и все прочее. С одной стороны, во-вторых, так сказать, сам факт этой победы, так сказать, ну, вверх безумия мир и двинул его еще куда-то, да? И, наконец, ну, что значит признать, что этой победы нет? Но это полная фиаско. Сейчас это все идеальные капиталы. Вот если там метафизическая победа в Великой Отечественной войне, это наш капитал, они его хотят обнулить, да? То их капитал, победа над нами в холодной войне. Если сейчас на Украине все кончится не так, как им надо, они обнуляют этот гигантский капитал, у них другого нет. Поэтому, конечно, то, что сейчас происходит, намного хуже, чем холодная война по этой причине. Второе. Я мог совершенно заинтересованно следить за тем, что происходило на Западе в ту эпоху. Там были великие писатели, было замечательное искусство, там все эти филиппини, антониони и так далее. Было какое-то уважение к человеку, было представление о каком-то гуманизме, и говорилось, что вот у нас он есть, а у коммунистов нет. Сейчас Запад, это эпоха дегуманизации, смерть проекта гуманизма, смерть проекта человек, да? Какие-то извращения чудовищные, которые просто не просто подстегиваются, да? А что-то с ними особое делается. Все эти странные затеи, там, с вакцинацией, дошака компания, всем звонили и говорили, вы знаете, что вирус химик, не смеете про это говорить, сто тысяч страниц, что еще надо? Это же значит все какая-то совсем непростая затея, да? А она развивается. Культ беспорядочного потребления, в конце концов, который... Ну да, такого уже совсем, да? И, ну, вообще, слово идеал становится ругательным и так далее. Это говорит о том, что с той стороны накапливается, ну, этот конец времен, там, антихрист, ну, как вы это ни называете, ну, все классические черты, я вот светский человек, да? Но все равно это действительно, ну, такая концентрация зла и его обнажение, как говорилось когда-то в советской, русской классической литературе, срывание всех и всяческих масок, да? Вот они сорваны. И обнажается совершенно другая ситуация по глубине конфликта, другое соотношение сил, другая наглость противника, да? Другие применяемые технологии, другое ощущение пяток, шестых колонн и всего прочего, да? И другое ощущение цены вопроса, ибо на кон поставлена буквально русская судьба, быть или не быть и так далее. Так не было в Афганистане. Там шла, ну, большая игра. А здесь уже, как говорил когда-то Пастернак, тут кончается искусство и дышит почва и судьба. То есть ситуация гораздо острее. Но моя главная задача – скорее оформить или помочь оформиться вот этому идеологическому противостоянию и всему остальному с тем, чтобы не было горячей ядерной войны. А мы сейчас близки к ней как никогда. Какая куба, я вас умоляю. Сам разговор на эту тему, как пелось в какой-то оперете, разговор на эту тему портит нервную систему. Так вот, значит, там, сам разговор на эту тему в 60-80-е годы был запрещен. Теперь этот разговор абсолютно омножен. Нам навязывают якобы имеющееся, оно на самом деле абсолютно отсутствует, желание к применению этих видов оружия. А зачем нам это? У нас, знаете ли, и без этого всего выше крыши в виде типов оружия. Но навязывают же противник, значит, он хочет какой-нибудь провокации, какого-то еще большего обострения, еще более мощной конфронтации. Он обезумел. И в этом смысле, это Крамер когда-то говорил, этот безумный-безумный-безумный мир, вот этот безумный мир, в отличие от того мира, который все-таки сохранял какую-то степень рациональности, она тревожит больше всего. Мне кажется, что положение сходное, я согласен, с тем, которое было в эпоху Холодной войны, но гораздо более а, острая и страшная, б, демоничная, и в, происходящее в условиях определенной обезоруженности нашей, нашего отказа от идеологического противостояния и многого другого. Снятие этих институтов, которые это обеспечивали, институтов автархии, экономической и не только. Сейчас ситуация намного острее. Ну, что, будем ее разруливать. Что сейчас делается делать? Как говорят в таких случаях в народе, глаза боятся, а руки делают. Будем надеяться, что этого все-таки не случится. У Эйнштейна есть хорошее выражение о том, что я не знаю, чем будут воевать в Третью мировую, но в Четвертую мировую будут воевать камнями и палками. Сейчас это все полностью пытаются демонтировать, обсуждают, постъядерный мир, минимальное использование, как будто оно может быть минимальным и так далее. Мы находимся в ситуации, мы просто привыкли к ней, мы в ней живем. Выйти на улицу и выйти в ней жить. И я тоже. Поэтому есть же некая адаптация нервной системы к существующим нагрузкам. Но на самом деле ситуация не суйханная. Но это выражение отлично подчеркивает те разрушительные последствия, которые будут в случае... Да, согласен, согласен, с вами. Штейн говорил много интересных вещей. Некоторые из них для меня обладают особой ценностью. Когда спрашивали, как вы записываете свои ценные мысли, вы ведете дневники, вы как-то создаете базу данных, милые мои, настоящие мысли бывают так редко, что их нетрудно запомнить. Это было первое. Когда он смотрел на роденовского мыслителя, он спрашивал, зачем он думает, если ему это так тяжело. Бог не играет в кости и так далее. Ну, у него, да, множество крылатых выражений. Да, в этом смысле Эйнштейн гораздо глубже, чем многие считают. Он, конечно, философ еще. И он не был бы физиком, если бы не стал философом и музыкантом, типа, скрипачем. Так или иначе, руку к созданию ядерной бомбы он все-таки приложил, как это не грустно признавать. Приложил, приложил. Они боялись, что Гитлер ее создаст первым. Они обратились к Рузвельту и так далее. Они потом боялись того, что он будет в Америке. Топенгем совсем боялся и сел за это на электрический стул. Они помогали скрыто Советскому Союзу быстрее создать противовес, потому что боялись того, что может развернуться. Они были еще незаурядными крупными людьми. Моральными, духовными и так далее. Сейчас я лично этого не лицезрею. Если переходить все-таки от событий не столь давнего прошлого к событиям современности, то после того, как Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине, можно сказать, что на западных рубежах и России и Беларуси просто-напросто опустился железный занавес. То есть, ну, понятно, что какие-то санкции они вводили из 2014 года, и ранее, но сейчас эти санкции, они просто неслыханные. Но, тем не менее, стали звучать заявления в последнее время и от немецких политиков, и от американских, что после того, как спецоперация завершится, эти санкции могут снять. Но здесь возникает логичный вопрос, а нужно ли это России? Потому что, насколько мы можем видеть, российская экономика, она все-таки неплохо себя чувствует в условиях санкций. В России всегда есть либеральное лобби, уже прозападное, а есть какие-то другие силы, которые очень хотят этого, в какую-то сторону это поворачивают. Ну, во-первых, есть эти другие силы, и в конце концов, есть Путин. Но это прямая цитата того же Блинкина, который так и сказал, что после завершения спецоперации санкции с Россией могут быть сняты. Я знаю, я знаю, Лавров говорил, перепесятся там и все прочее, да? А как она завершится? Во-первых, они сами говорят, что она должна завершиться на поле боя. Что они имеют в виду? Во-вторых, ну, предположим, что там что-то произойдет на поле боя. Разве это будет завершение? В-третьих, они еще до начала операции уже подписали ленд-лист сумасшедший для того, чтобы милитаризовать Украину. Они же это признали теперь, что это было в январе, да? Да. Потому что они хотели гонки вооружений там. Они что, прекратят этого хотеть? А Зеленский и компания, они что, не будут с вожделением смотреть на эти доллары, которые сыпятся им в масштабе, которые они никогда не могли получить, на то, что это можно разворовать, в конце концов, чем-то и использовать. И, наконец, на то, что им аж Конгресс США аплодирует стоя. Боже мой, да? Украино-центричный мир. Зачем им это сворачивать? Для того, чтобы там в каких-то городах было поменьше убитых, да и на это глубочайший образом докласть. Ну, глубочайшим. Ну, просто видно, насколько нравится все, что происходит. Дальше вопрос о том, куда она идет, и, значит, как она может на чем остановиться. Вообще-то, я рекомендовал бы, я ничего здесь не загадываю, и все возможно в нашей жизни. Я все-таки рекомендовал бы западным коллегам вспомнить, что есть такое понятие психологический портрет, что его можно в конце концов составить, да? И что психологический портрет Путина, кстати, и Лукашенко не имеет никакого отношения к психологическому портрету, например, Михаила Сергеевича Горбачева, как говорят в Одессе, которая сейчас находится в соответствующем положении, это две большие разницы. Правильно? Вот это две большие разницы. Значит, во-первых, это обстоятельства. Во-вторых, обстоятельства вообще соотношения сил патриотической и, скажем так, компрадорской элиты. Оно же меняется каждый день. Да? Уровень внутреннего напряжения в русском народе, ну и здесь все русские, да? Который вдруг понял, как именно его любят, в кавычках, да? Он же очень серьезный. Уровень патриотического подъема и одобрения всего этого широчайшими своими населения. Как это все должно завершаться? Сейчас мы, по сути, наблюдаем самоочищение нации. Когда вся эта так называемая интеллигенция схлынула на запад и, по-моему, да, оно так и есть, по сути. Да, 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 и в конце концов везде это же всегда, и всегда есть и патриотическая интеллигенция. Это же брехня, что она вся там одна, окрашена одним цветом. Так что это все существует, и как это может кончиться? Они же не с режимом воюют, и не с какими-то там ошибками руководства. Они воюют с больным, смертельным народом, который во имя блага человечества должен быть уничтожен. Не хватает наглости это все произносить, но ты когда слышишь, это же тоже происходит. Что касается прогноза, я сразу сказал про шесть месяцев, да, потому что никогда еще не велась такими видами оружия война на такой огромной индустриальной европейской территории, осложненной всеми этими городскими агломерациями. Это не Афганистан, это не пещера Бора-Бора, это Краматорск и так далее. Поэтому скорость движения нетрудно вычислить. Как бы там огромная группировка рано или поздно окажется захопнута в это кольцо, но с ней будут разбираться дольше, чем с Мариупольской. Потом уже видно, что Херсон и все прочее. В нем происходит то, что происходит, дальше возникает другая часть юга, да, и что-то еще там они пытаются копошить в Тирасполе, они должны знать, что российская военная элита, так сказать, относится к колбасному совсем не так, как им кажется. Тут есть соединение всего и патриотизма, и стратегии, и интересов экономических. Так что тут же еще эти все точки. Дальше оно начнет так или иначе куда-то ползти. Неважно, Харьков, Днепропетровск, Полтава и так далее, Киев. Ну, предположим, предположим, что они не вмешаются. А я уверен, что тем или иным пакостным образом они вмешаются. Что этот эволюционный вариант, который осуществляют военные, так сказать, называют стратегию огненного вала и медленного продвижения, он не будет идти по накатанному, да, и входить как нос масла. Там дернутся каким-нибудь наипокастным, наиомерзищем образом. Просто жду, жду какой-нибудь большой-большой пакости. Да? Ну, предположим, даже ее не будет. Я так избыточно нервничаю. будет территория достаточно проблемная с весьма разнообразным населением и отношениями. А на что? Она сама, так сказать, вдруг устаканится? Да это нужно 50 лет, чтобы это устаканить. Поэтому это не кончится, потому что это не нужно, это невозможно, и это невыгодно. Очень многим. Может быть, я не прав, но предположим, оно кончится. Через сколько дней оно начнется? Ну, будет просто снова. Ну, предположим, что произошло что-то, я совершенно, как бы, не хочу сказать, что это там возможно, но вот предположим, да? А если это он в СМП своем сопростое, я говорю лишь предположим это, да? Так вот, в случае, если это произойдет, как Хасавюр, да, говорит. Ну, так чем кончился Хасавюр? Он кончился полным фиаско Лебедя, так сказать, патриотической волной, и Рамзану Кадырову в Азов-Старе, да? Так я понимаю. Даже если произойдет самое худшее, оно же не есть финал, да? Оно там обладает своей внутренней скоростью, ускорением своим, своими тенденциями, своим противоречением. Диалектикой. Крот истории все равно роет, да? Ну, и куда же он вырыт? Тоже понятно. Поэтому я думаю, что просто надо, понимая, сколь велики силы, которые хотят бы вернуть что-то к тому, что существовало до начала спецоперации, в принципе, особенно вам, поскольку вы намного моложе меня, молодость, это та порог, которая быстро проходит, и вообще все готовятся к этой новой жизни, осмысливать ее, прорабатывать ее константы, делать так, чтобы она была эффективной, и, между прочим, как я считаю, максимально мягкой в пределах той жесткости, которая окажется необходимой. Ну вот, если мы говорим об окончательном разрыве отношений между Россией и странами Запада, то, ну, во всяком случае, лично мне, больше всего нравится перспектива отказа от доллара. Потому что, ну, я думаю, очевидно, что экономика США, она все-таки построена по большей части на различного рода финансовых спекуляциях, нежели на каких-то реальных секторах. И на производстве. И вот, на ваш взгляд, насколько вообще реален отказа доллара, как от так называемой мировой валюты? Это впервые возможно. Это впервые возможно, потому что они это делают. Кто их тянул за какие-то места, чтобы они объявили Китай врагом? Чтобы они создали это противостояние демократии авторитаризма? Чтобы они разыграли такую дикую компанию русофобии, чтобы в конце концов они так нарушили все правила игры, про которые они щасюкают. По правилам резервы золотовалютные можно так и забавить. В этом есть правила. Какие правила? Общика, экспроприации. Что они там еще говорят? Что они там отберут всю собственность. Это называется экспроприация экспроприаторов. И так далее. В этом их правила. В этих правилах довольно не может быть легитимен. Он будет уходить. Поэтому вы так считаете, я тоже так считаю, как говорил один из героев Шиллера, мы едины в мыслях. Возможно ли? Да, возможно. Это не произойдет автоматически. Но мы медленно в смысле хронологическом и стремительно в смысле историческом движемся в эту сторону. По-моему, даже неотвратимо. И при их решающей помощи. Но на ваш взгляд, какие перспективы это сулит так называемой мощной экономике Соединенных Штатов Америки? Она уйдет на третье, четвертое место. Как только она перестанет печатать глобальную валюту, она уйдет на третье, четвертое место. А население очень раскормлено. Она начнет бунтовать. Она уже сейчас бунтует, бунтовать будет больше. Там возникнет большой кипиш, как говорится, на Ближнем Востоке. Выйдут из него они в диктатуру или в развал. Никто сказать не может. Я думаю в диктатуру. Но это будет такая свирепая диктатура со всеми воспоминаниями о том, по отношению к чему Кокос-Клан, так сказать. Мягкая конструкция и так далее. А чем будет делать-то? Ну, или они станут великой африканской державой с язерным оружием и культом Вуду в качестве нового государства. Это бывает. Может быть. Потому что они на юге США уже этот культ Вуду в Сан-Франциско и так далее в какой-нибудь среде не слишком богатых компьютерщиков и прочих доминирует над всем остальным. Дальше он может ползти. Но будет не Вуду, а что-нибудь промежуточное. Какая-то матушка-смерть. Что-нибудь в таком латино-негритянский гибрид каком-нибудь. Он далеко пойдет. Это возможно тоже, что негрянская часть населения прижмет белых совсем до уровня гибридов. Ну как, я не знаю, в ЮАР, в Родезии и так далее. И такой вариант возможен. Но скорее все-таки это белое мечтство ополнится и тогда все, что происходило перед этим, включая гражданскую войну, это будут очень мягкие гуманитарные акции по отношению к тому, что развернется. Население озвереет. Кто-нибудь придет такой, который сразу начнет действовать по принципу «хода нет, хадис губей», ядерным оружием? Может быть, может быть. В Северном командовании я вижу несколько таких людей. Они на что-то претендуют. Но может быть придут какие-нибудь другие. Какой-нибудь перевозбужденный представитель черного большинства, так сказать, сильно принимающий каким-то тольпле и что-нибудь еще. Мало ли что, может быть. В хаосе понятия линейных прогнозов не существует. Это стахистический слаборегулируемый процесс. Он начнется по ту сторону краха доброго. Ну и вообще-то много чего начнется. Война всех против всех. Новые доминанты. Попытка утвердить это новое доминирование. Оно же очевидно. Сначала я надеюсь в Юго-Восточной Азии и в арабском мире, если речь идет о Турции, ну а потом, как говорилось в известной поговорке, а потом суп с котом. Вот такой мир. Я лично к нему готов. Я знал, что он будет с первого момента, когда антисоветское безумие двинуло империю в сторону распада. Было ясно, что это только этим и кончится. Ну вот вы упомянули диктатуру в США. Мне кажется, им все-таки к ней не привыкать, если мы опять же обратимся к истории, к эпохе так называемого макротизма, когда там началась охота на ведьм, репрессии коммунистов. Поэтому все-таки с диктатурой им уже приходилось Ну черные не составляли большинство. Черные сейчас составляют большинство. Когда-то их прижимали, но это было давно и неправда. А коммунисты большинство не составляли. Гоняться за Коми, какой-нибудь Маккарти или Даллес потом или Гувер могли как за таким достаточно все-таки минимальным объектом. А то, что теперь происходит хотя захотят ли черные гробнуть белых или белые гробнуть черных, это в любом случае огромный процесс. Там кровь придется пролить в море. А в противном случае они будут бодаться в условиях обеднения нации, так сказать, она тут же уйдет, повторяю, на определенное место после краха доллара. Ну, такое бодание, но это самое страшное, что может быть. Угроза исчезновения. Ну, найдутся какие-нибудь офицеры или какие-нибудь, так сказать, харизматические африкации, которые начнут согнуть в свою сторону. Кто перегнет, не знаю. Пока что видно, что белые в уныне. У них такая генетическая депрессия и всяческая. Но я не убежден, что это фатально направленный процесс. Возможно, они дернутся, но не с трампом, а с кем-то раз миллион покруче. И не сейчас, а по ту сторону того, что мы с вами обсуждаем. Но вот мы поговорили о перспективах развития, наверное, скорее деградации так называемого Запада, а сейчас бы все-таки хотелось обсудить перспективы наших стран и в первую очередь то, каким вы видите развитие белорусско-российских отношений. Посмотрите, что сделал Лукашенко. Во-первых, он был в числе тех, кто Белорежий не поддержал. Правда? Изначально. Он выступал против ратификации. На нем вискулини висят. Правда? Как и на Путине. Это первое. Второе. Он единственный построил модернизированную страну из постсоветских. Он взял все эти советские ценности. Не стал биться в экстазе, чтобы там каждую крупицу оставлять. Сохранил вот это уважение к войне и всему прочему. И он-то построил идеологию, основанную на единстве традиций. Он это сделал. Как только он это сделал, возникла белорусская идентичность, комплементарная по отношению к России и одновременно с этим обладающая собственными парами. Это оказалось возможным. Там есть определенные периоды историй, определенные правовые цивилизационные обстоятельства, которые позволяют что-то сформировать. Мягкое, комплементарное и свое. Он это сделал. Дальше он создал гибридную экономику. Ну, как иосиф, бросит и кто угодно, он стал использовать это положение между. И использовал. Потом это все сорвалось, и он понял, что сколько бы хорошего он не сделал, да хоть он там вообще построил идеальное государство Платона или что-нибудь что-то маленькое. И те не хотят, чтобы оно существовало. Это то, что изумляет всех постсоветских деятелей. И Путин, и Лукашенко, всех. Они не понимают, понимаете? Они не понимают, почему бы там условно красавица Беларуси во главе с Лукашенко или не знатки. Ну что они там самое загибают? Его сын. Коя разница? Садатом все как-то имеет место. Ну вот неважно с кем. Почему не войти в Европу? И Путин не понимает. Почему бы там не построить еще лучше автострады, домики хорошие, и всем заняться вот этим делом? Они не понимают, не могут понять, как их ненавидят. Насколько это иррациональная, фундаментальная ненависть, насколько страстно желание это уничтожит. Насколько более того, любой успех на пути сближения вызывает увеличение этой ненависти, а не ее уменьшение. Это один из самых таинственных историосовских процессов. Путин и Лукашенко люди земные, практичные, рациональные. Для них вот эта инфернальная волна, она им непонятна. Ну, Сталин не мог же понять, зачем Гитлер нападет на СССР. Потому что он будет рациональным, в отличие от Гитлера. А зачем? Что ему ловить? Почему не с Англии начать? Да и вообще у него другие планы. А у Гитлера были сумасшедшие идеи заимствования с Тибетом, неизвестно откуда. Он был другой. Видно же, Сталин все время говорил спокойно, рассудительно, во-первых, во-вторых. А Гитлер такой шаман. Они очень разные, он его не мог понять. Так же сейчас наши руководители всю своей собственной рациональности и приличности не могут понять, что с той стороны. Они, когда это видят, они осуществляют то, что Фрейд и Юнг называли проекцией. Они переносы осуществляют с себя на других. Все такие, знаем же, знакомые, кофе пили, может, и скаля пили. Все в порядке, в чем дело-то? Чего безумствует? А они безумствуют. И это безумство будет нарастать. Поняв все это, Лукашенко только тогда начал сближаться к России, потому, что он всегда боялся поглощения, ибо то, что происходило в России, так сказать, с ее олигархатами, или даже пост-оллигархатами, ему казалось далеко лучшим уделом белорусского народа. И я с ним согласен. Он как-то стал сближаться на основе уже безвыходности, как говорил один из героев Достоевского, а улите больше некуда. Он осуществляет это, потом чуть-чуть опять маневрирует, потом опять осуществляет. Но чем страшнее будет давление, тем в большей степени придется понять простую вещь. Маленькие страны с их более или менее вменяемыми представлениями о своем историческом достоинстве не нужны Западу. Они не могут существовать ни на Западе, ни на Востоке. Это закон империи. Тоже Ливию и Каддафи вспомним, например. Да, никогда. Кто это? Армения. Наверное, вспоминали, я все время говорил, царя Тигран, но вспомнила бабка, как девка была. Это был, бог знает когда и неизвестно где и так далее. А потом-то что было? Вилоед, какой-нибудь Сатрапия, да, и резали. Персы, турки, да? Кто спас-то? Русский царь, который этому создал что-то. А потом коммунисты создали аж целую союзную республику вместо Сатрапии и Вилоедов. То же самое со всеми остальными из Грузии. В каком смысле все равно из Азербайджана? А где там в диких степях? Там русские просто создавали все заново. Индустрию, язык, культуру и все. И создали, создали. Возник Чингисайдмаатов, возникла киргизская литература. Кто в страшном сне мог себе представить до советских период киргизскую литературу? Если я не ошибаюсь, театр. Если не ошибаюсь, во времена Сталина было создано порядка, то есть с нуля было создано порядка 15 языков для малых народностей Советского Союза. Конечно, о чем вы говорите? Это и есть вот эта симфония русская. Значит, там Киргизия, Казахстан, я не знаю, ну были какие-то эмираты, но что они могли в современном мире? Теперь они все обособились, кроваво, и решили строить свое будущее, кроме Белоруссии, все, на антисоветской, антирусской основе. Ну это же неизбежно приводит даже не только к фашизму, но и к безумию. Да? Они все более и более дичают на всех территориях, включая Прибалтику, эту хуторскую, где вся крупная промышленность рухнула, регресс, да, и такая жизнь по принципу гастарбайтеров. Ну, то есть, единственное, что можно вспомнить, это Тевтонский и Ливонский орден, да, вот это можно вспомнить, да, а не какие-то независимые республики, которых не было. Они туда деградируют, да, прячутся за под ногами американского дяди, который весьма специфичен, как мы видим, по Афганистану и так далее, да, но дальше-то что? Ну, их съели. Хорошо. Кого-то съест этот западный монстр, а остальные? А Казахстан вообще, как бы, возможно, переоценивает силу любви китайского народа к своим среднеазиатским собратьям. Я не говорю, что там что-нибудь такое, ой-ой-ой, ужас-ужас, но там очень холодное и специфические отношения. Афганистан, логика выживания, логика меньшего зла, логика примыкания к такому субъекту, который будет тебе там и язык создавать, и, так сказать, тебя обхаживать, и какую-то твою интеллигенцию выращивать. Кроме того, в этой империи это был великий грузинский театр, и был театр прибалтийский, и была киргизская литература, и армянская литература. А кто к империи исчез? Это же не нужно. Затем этим местечком что-нибудь великое. И оно не нужно. Значит, есть какая-то логика медленно осознаваемого центростремительного характера. Есть какое-то ощущение, что на определенных условиях, и определенным образом, и с определенными, так сказать, взаимными уважухами может это и нужно делать. Мне нравился Владимир Вольфович, царство ему небесное, талантливый человек, и яркий политик, много он говорил правильно, но мне никогда не нравилось, как он там говорит, Лукашенко, министр сельского хозяйства. Это очень невежливо и неперспективно. А вот глубокое объединение на других основах, с другим представлением взаимосближения элит, интересов и прочее, оно-то может быть вызвано только одним, таким давлением извне, при котором вдруг оказывается, ну, будем жить так, и тогда начинаем спасать лучшее. Не так, чтобы оказаться поглощенными и в этом смысле лишенными чего-то из того, что Лукашенко называл красавицей Белоруси. Там же есть чем гордиться, а вот как-то иначе. И мне кажется, что это и есть наше будущее, если мы будем выстаивать. Дальше экономика никто, никого назад за уши тянуть не будет. Она должна быть, как говорил классик, многоукладной. Будет здоровенная государственная экономика, будет, наоборот, я думаю, мне кажется, освобожденная от никаких избыточных обременений рыночная экономика, будет экономика развития территорий, экономика инвестиций, будет какая-нибудь экономика пост или сверхиндустриальная, мне такое слово больше нравится, и будут выпущены на добровольной основе какие-нибудь идеи, мечты о каких-то городах, садах и всем прочим. Все это вместе будет существовать на основе некой мобилизации населения, которое понимает, что этот колокол звонит по нему. дальше возникнут новые процессы в образовании и культуре, и все это вместе должно дать какую-то новую жизнь, новую реальность. Если ее удастся успеть построить до того, как давление станет избыточным, вот для сегодняшней России любой второй крупный фронт, кроме этого, это уже избыточное давление, это мобилизация в условиях непреодоленных остатков либерализм и прочее. Это уже много. Понимаете? Значит, нужна новая страна, потому что будет и второй, и третий фронт. Япония к чему-то готовится. И там на юге есть все признаки больших опасностей, но не сейчас. Not yet. Еще не сейчас. Те же самые японцы уже неоднократно высказывали свои притязания на Курилы, например. Есть вопросы, которые вообще наша аналитика не обсуждает. Япония, турецкое сближение. Что он собой представляет? Какова его метафизика, скажем? Кто тут что вдруг про себя начинает говорить? Японцы обнаруживают себя тюркским народом. Что там происходит на самом деле? Что за борщ валится в этом котле? Или не знаю что это. Адский суп макбетовский. Из ведьмы макбета. Что там варят на будущее? Что ворганится? Поэтому и будет все это будет... Безусловно это одна из целей переписывания итогов Второй мировой войны? Конечно. Конечно. В некий новый орган должны войти державы Рейха. Япония, Германия и так далее. Из него должны быть выброшены другие державы. Соединенные Штаты должны обнаружить, что Рейх это очень вкусно. и что были там некоторые у него заблуждения. Но эти заблуждения от них начали отказываться формально уже в Сан-Рема в 46-м году СС заявила, что они перебрались с евреями. Это, конечно, было лукавство. Потому что если гностика есть, то там еврейские как бы за место остается ненависть к евреям. Как к рабам этого голема страшного бога Яхве. Поэтому он все равно вернется. Но там в 46-м это все замазывали как угодно. Скороце не работал на Израиль. Ну, неважно. Там много чего уже было. Ну, найдется какой-нибудь гибридный рейх. И он и будет демократическим. Где всем будут говорить хай, маршировать и обсуждать демократию. Вот с этим же придется столкнуться. Даже в случае, когда у него не было инсульта Брежнева был такой жиренький бойкий, умеренно поддающий, бабник такой, тоже умеренный. Все, ничего в нем было, да? Но я не поклонник всего этого. Ну, есть у этих стариков одно свойство, точнее, было. Они пережили войну, они не хотели снова. И они гнали вооружение, вот эти СС-18, они добились паритета. Вспомним того же, белорусского Петра Машерова, например, который был партизаном великую отечественную. Да, да. Ну так вот, они добились. Ну и мне там, я очень внимательно в те годы следил за личностью Машерова, например, все прочее. Там с этим были для меня связаны какие-то надежды на спасение Советского Союза, противопоставление чего-то линии Андропова. Не все было идеально, но что-то там такое. И Пономаренко, и при Сталине в первый период после Стали сбылся и шло не только хорошее, но много шло и хорошего, безусловно. И такого не местечкового, а имперского, крупного. Значит, там дальше надо будет выстаивать в условиях паритета. Будет паритет, а не не рыпнуться. Не будет рыпнуться. Я скажу больше. Даже если Белоруссия, Россия, скажут, вот все, вы наши господа, мы рабы, мы пареницы, ползаем на брюхи. Все равно долбанут ядерным оружием. Напоследок. Чтобы добить просто. Как мой друг выпивает дорогое вино, а теперь надо шлифануть коньячком. Теперь надо шлифануть ядерным оружием. Эту ситуацию. Это безвыходно. Я не знаю, как объяснить это. Большей части населения. Но для меня это ясно как простая гамма. А что ожидает в этой ситуации Украину? И в первую очередь вопрос касается ее территориальной целостности. Понятно, что такой, какой она была, она уже не сохранится. Но тем не менее, например, Таша Польша высказывает притязание на западную Украину. На ваш взгляд, чем все это закончится? Украина могла существовать только с опорой на советскую историю, с почитанием этой истории, с такими же реверансами по отношению к Ленину и ко всему остальному, а также по отношению ко всем русским царям, которые там что-то создавали из запорожеской сечи. Как только она от этого отказалась, она решила свою судьбу. Она никогда за вычетом этого не была крупным государством. Это первое. Второе. Она всегда должна была существовать на основе межцивилизационного компромисса. И Кучма худо-либедно это как-то понимал. Конечно, его волокли тоже в эту сторону Украины на цене Европы. То есть, Украины на цене Россия, прошу прощения. Да, были там всякие лёлики и другие, кто это делали, но он что-то понимал. То, что они устроили с этим западательским триумфом, это безумие. Это самораспад, самоликвидация. Как она кончится, как она будет оформлена? Не знаю. Я, например, считаю, что, может быть, где-нибудь в НАТО используют какое-то небольшое государство, которое будет совершать всё время диверсионные акты и всё прочее. Будут у нас большие проблемы с населением, оно распропагодировано, в этом идеологическом бандеровском ключе. Оно всегда содержало в себе такой лёгкий антимоскальский душок. И не будем думать, что этого не было и в советские годы. Оно резко это всё усилило, население распадётся на три части, нейтральную, которая будет говорить «Моя хата с краю». Никто же не говорил «Моя изба с краю». Говорилась «Моя хата с краю». «Моя хата с краю» какое-то ненавидящее, оно поделится в свою очередь на активное и пассивное, ну и будет какое-то комплементарное. Будет такое население тоже. Внутри всего этого дела раны огромной Великой Отечественной спецоперации, огромной войны с использованием тяжёлых видов оружия на огромной территории будут завлечиваться. Не быстро, но будут. Поствоенное восстановление идёт, вообще-то говоря, достаточно стремительно. Мариупольский завод беспокоил многих и в позднесоветские годы, уже более последние 30 советских лет с лишним, да, ну там что-нибудь будет, что-то восстановят, что-то сделают заново, возникнет жизнь какая-то гибридная. Конечно, она будет прорусской, но обратите внимание даже сейчас в разгар всего этого дела, но там никто что-то в Москве не гоняется за хохлами, да, нет же, сумасшедших. Это империя, это народ, в отличие от Украины, понимающий, что такое груз государственности, сколько надо всего терпеть, волочь на себе, столетиями этот опыт приходит, он остается в каких-то социокультурных генах, да, и ничего подобного того, что там этого антимаскальства касается, тут нет. Ну и наповорчат чуть-чуть. Этого не было никогда. Вот не удается это раскачать, понимаете. А значит, база для какого-то объединительного процесса, да, база для воссоздания какой-то разумной и для всех желанной в силу ее внутренних качеств империи, империи со знаком плюс, она всегда остается. Этой базой является наша единая кем бы мы ни были там, по ней русская ментальность. С ее бережным отношением к чужому и желанием как-то это чужое вовлечь в сложно построенный космос, а не свести к нему. Я за любую формулу, согласно которой Украина, так сказать, есть проблемная зона в ее нынешнем качестве. Я не против. Ленин, Ленин. Я как бы человек с очень советскими взглядами, я уважаю Ленина, но не буду там винтом скручиваться каждый раз, когда говорится о его ошибках. Он его собрал заново. Теперь надо говорить неидеальным способом. Посмотрим, каким другие соберутся. Делайте лучше. Есть многое, о чем я не согласен, есть многое, что я губочайшим образом уважаю, есть силы этой мечты, страсти, неважно. Хотите апеллировать к Ленину, в украинском вопросе, но ради Бога, я не буду по этому поводу метать громые молнии, апеллировать к тому, что это белогвардейцы, совершенно не все равно, но это было давно при царе Горохе. А белогвардейская пуща произошла недавно, и до того, как она произошла, был закон о выходе республики состава СССР, причем этот закон принялся и демократически, демократической властью, средним съездом народных депутатов СССР. Почему он был нарушен? Кто посмел его нарушить? В ГКЧП были мои друзья или хорошие знакомые. Я считаю, что это были люди мягкие, но благородные. Кто-то считает их исчадем и ада, но расстреляйте. Почему надо разрушить съезд народных депутатов СССР, результаты референдума и все законы? Что такое это белогвардейство? Что за бред? Почему то, что сформировалось на этой основе, надо считать до конца легитимным? И может ли оно быть легитимным в условиях, когда люди, жившие на территориях единой страны, вдруг оказались крепостными, прикрепленными неизвестно к чему? Терраспорт принял как бы согласно закону о выходе все необходимые процедуры провел. Там был междунациональный мир, все еще. Кто его там приковал к этой молдавской цепи? Она чужая. Ну, так сказать, проведите референдум. Если делим Канаду, то делим и Квебек. Да? Как говорилось, так сказать, в отношении к западным прецедентам. Если делим Советский Союз, то делим и Украина. Какие-то ее части демократически по референдуму выйдут. Самая Испания, в конце концов, где баски, где баски хотят делиться. Откуда это варварство, что оно означает? Поэтому вопрос территориальной целостности, которая вдруг стала, особенно после Косово, что очень трогательно, в кавычках, каким-то императивом, но это же бред. Этого не может быть. Этого никогда не было. Пусть бы они так с Советским Союзом тогда обращались, или с Югославией, или мало ли еще с чем. Значит, на настоящий момент проблема территориальной целостности, это острая проблема, которая взыскует предыдущие легитимности, в том числе референдумов и всему остальному. И она будет решаться каким-то демократическим, предисцитарным, подлинно демократическим, широчайшим путем после денацификации. Так решалась эта проблема, в конце концов, мало ли где вам, на всех территориях. Вот на ваш взгляд, что ожидает скажем, такую политическую фигуру, как Владимир Зеленский? Какая судьба его ждет после того, как спецоперация завершится? Нет, после того, как спецоперация завершится, я даже не буду говорить, что его ожидает. Когда-то было такое произведение «Хождение по мукам», такой герой Лева Задов говорил, что я сделаю с тобой то, что с одной мне делал со своей гаморой. То, что его ожидает со всех сторон после завершения спецоперации, я не буду комментировать. Он меня вызывает в глубокое отвращение, тем не менее, я сострадаю этой участию в чем-то. Но он поэтому и сделает так, чтобы спецоперация не кончалась. в условиях, когда он оседлал коня вот этого жертвоприношения, ему хорошо. Вы не видите, что ему хорошо. Константин Черненко был такой, генеральный секретарь, Перев, Горбачев, он когда уже болел, на выборах проголосовал, сказал, хорошо, Зеленскому хорошо, ему нравится эта слегка милитаризированная роль, ему нравится то, что болтать можно, а управляют всем натовские офицеры и, так сказать, всякие там бандеровские военные, ему нравится то, что сыпятся деньги, ему нравится респект, он воспрял как вурдалак купившийся крови, ну посмотрите, как он, кроссовец, ну он там нюхает, пьет и так далее, но это уж природа, ее же так сразу не отменишь, но он при этом, ух, как ему и ничего он так не боится, как конца спецоперации, и за это, другие за это, все за все, да, и там начнется, так сказать, огромный бэнс, огромный, вообще, ну, все должны запомнить, территории, входящие в империю, это не куски колбасы, которые можно нарезать и они будут лежать, это сложные химические соединения, в которых начинаются нелинейные реакции, реакции переплетаются в потоки, потоки в процессы, процессы начинают приобретать свою автономию, уже никто не помнит, с чего началось, таково все, и Зеленский ничем не отличается от остального, он, ну, видно же, чему ему хочется, да, чтобы кровушка плелась так, чтобы в итоге, а вдруг Новелевская премия мира, а, ну, это же вообще, ну, просто жизнь удавает, или там, нет, Украины нет, а он гензиакулон, батюшки, какое счастье, что ему безразлично, этот многострадавный украинский народ, то он ему глубоко отвратителен, да, но публика, 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 любому клоуну отвратительна, я шутаю, Аргалекин, я просто смех, без имени, и, в общем, без судьбы, да, но она ему нужна, Аргалекин в каком-то смысле публику потребляет, он ее отсасывает, да, но он ее презирает, по-моему, в этом внутренняя суть Зеленского, он в этом смысле не безинтересен как патологический феномен, а то, что он глубоко патологичен, видят все. Ну, спасибо вам большое, что вам уделили время. Лица моих всех друзей, лица всех, с кого я знаю, я передаю поздравления белорусскому народу с 9 мая, с тем героическим подвигом, который он осуществил, с его особыми жертвами, которые он принес на этот Алтай, и с его внутренним свободомыслием и разумностью. Я верю, что это возгладывает. В свою очередь, также хочу поздравить российский народ с праздником Великой Победы, в которую все наши народы, если так подумать, внесли одинаковый вклад. И спасибо вам большое за интересную и содержательную беседу. В связи с кладом напоминаю Сталина, Кавказа, который поднял тост за русский народ. Да. За Рыбак. Было такое, да. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok